Всем добрый день! С вами канал Битомник Милы и я Людмила Горбанова. С черенкованием заканчиваю, но пробежалась, например, сорт Мадамы Миль Мулье, у меня его осталось немного. И нарезала кассетку, 160 штучек. Это, конечно же, все уже на следующий год. Вот кассета. Это торф нейтральных почвобритейки Биомастер с перлитом. Влажненький. И поставлю под досветку на стеллаж или под стеллаж. Так, сейчас вот что вам покажу. Здесь я вчера делала метельчатые, также полистар общипала. И сейчас приготовила прециозу. Прециоза. У меня есть такие кусты, как перетянутые, вот такие кривенькие, длинные. Зачем нам вот такой вот куст? Это все срежется на черенки. Это уже на следующий год. Покажу вам еще новенькие, какие череночки наросли. А я что такая довольная? У зятя. День рождения. Поочеренкую, сниму видео, соберусь. И мы едем на дачу. К старшей дочери, Насте. И зятьку Ивану. Сегодня позвонила, поздравила, позвонила свата. Там также Люда и Сергей. У нас все зеркально. Брат Саша. Здесь брат Саша. Сестра у меня Лариса. И там Лариса. Вот сказала свате Люде. Говорю, спасибо за сына. Спасибо за зятя. Что моя душенька спокойна. Конечно, любым родителям и маме, и папе это приятно слышать. Так что у нас сегодня праздник-праздник. Ой, какая-то мушка летает. Проживают они в Богучанском районе Красноярского края, в поселке Таежный. Рукасуев Иван Сергеевич. Мой зять. Так что многие, наверное, знают. И имейте в виду, что они сейчас там мое такое дочернее предприятие. У них также есть гортензии. Можете обращаться. Телефончик я укажу. Есть и доставочка по Красноярску. Они пока не отправляют. Выбирайте на сайте. Питомник.терамила.ру Или саженца Людмилы Горбуновой. Выбирайте. Насте звоните с Иваном. И заказывайте. Так, но. Надо же черенковать. Обрезая прямо низко. Одна-две почки. Мне здесь уже цветение. Не важно. Не важно. Вот, нарезала черенки. Вот, что у нас осталось. Так, ну это здесь стандартное черенкование. Листик укорачиваем. Вот. Ой, упал. Тороплюсь. Спешу. Сейчас младшего сына возьму. С сестрой. Она мне сегодня будет водителем. Водителем. Так, подарки приготовили. Ручку позолотим. Как я говорю. Ручку надо позолотить. Прям настолько вот. Ну, про Ивана что. Беда и выручка. В плане сейчас строительства дома. Передала деньги. Он мне все выбрал. Цвета. Дом, чем обшить. Фото мне скинули. Мой сайдинг выбрали. Там еще ему скидку большую дают у друзей. Ну, есть такая возможность, как базы. И вот. Все он мне закупает. Все покупает. Окно заказывает. Все передает. Сюда к нам в Железногорск. С детьми посидеть может. Раньше смесь, когда надо было, она везти так же мог. То есть полностью занимается детьми. В их воспитании принимает полное участие. Так что, Ванечка, зятек мой любимый, спасибо тебе за все. Спасибочки. И сваты у меня классные. Вообще у нас семья хорошая. Мы все дружно живем. Хорошо. Я к ним не лезу. Зачем лезть, если у меня на душе все коротко. Все хорошо и спокойно. У меня старшая Настенька. Это у меня ранний такой. Как я? Восемнадцать лет родила. А сына уже сорок. И Семочка, внучок. Тоже ему. Ему Саша, сына и внука по восемь лет. Это моя гордость. Мои детки. Так. Ну все, сейчас быстренько прециозу сделаем. Все, отношусь. Помаленьку, помаленьку. Всего набираю. Ну вот сколько с куста получается у нас череночков. Мне кажется, черенкование уже тысячу раз показывала. Ну вот смотрите. Одно междоузли, одна пара почек. Если короткий, то можно две пары почек. Вот такая. Листики просто укорачиваю. Вот такие череночки. И сейчас, знаете, сейчас... Ну, метельчатая, я бы так сказала. Метельчатая и крупнолистая. Раньше я считала, что продажи 50 на 50, а сейчас крупнолистая процентов 60-70, наверное. А остальное занимает метельчатая. Ладно, это подмету я. Вот сколько получилось с одного кустика. У меня их два. Но это я сделаю уже позже без вас. Это профкорневин. Опудриваю. И вот так прижимаю. Почему я беру кассету 160 ячеек, что места мало, а ячеек много? Потому что у меня в черенках еще вверх-вниз и вот здесь немножечко. Так как я черенкую и перечеренковываю. Я маточные кусты, которые я зимой доставала, раза два, наверное, стриганула. Сейчас они на улице, скоро будут свистеть, все покажу. Нарезала и потом уже брала, как перечеренковывала. Вот, например, вот такой длинный кустик. Просто его так же резать, 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 оставить 2-3 почки снизу. Все, что он вот такой вот длинненький. Я укорачиваю, брала это на черенок. И маточные кусты уже не трогала. Еще можно нижние листики обломать под корень и вот так заглубить. Они дают и корешки, и воздушные, от повышенной влажности особенно. Почечки эти просыпаются и куст будет более пушистый. То, что черенки я брала из кассеты в кассету. А метельчатые даже выход больше, чем с улицы. Из горшков выход больше черенков. Беру тоненькие, маленькие всякие волосиночки. Вот, здесь так же немножечко прижимаю. Немножечко прижимаю. Вот, черенкование заканчивают так, как, чтобы зиму им период покоя обязателен, а не желателен. Они будут отдыхать, и я буду отдыхать. В зиме они успеют подготовиться, и зимовать они уже будут в хранилище. У меня специальное хранилище, выставляется вручную температура, плюс 2, плюс 3, но ближе к нулю. Ближе к нулю. Так, ладненько, здесь я уже доделаю без вас. Сейчас вам покажу. Сейчас, Сашенька, я снимаю. Ждет, ждет, собирается. Объяснение, это новые сорта, я даже не все знаю про них. Сашенька, так. Мэджикл, Жевол, Росе. Что? Ну, мордочка, покажись, а сам ты раздетый. Вон, мордочка, мордочка, собираемся? Сейчас я доделаю, и поедем, и погнали, да? А, подожди, вот я и хотела спросить. Все, сейчас я видео заканчиваю, и поедем. Ура! Ура! Вот, смотрите, какие... Сашенька... Да, я сказать. Да, я снимаю. Сейчас я приду. Что ты хотела? Да, для подписчиков. У нас скоро рожать будет кошка. Кошка место ищет, он радуется. Ладно. Вот, смотрите, какая отличная корневая. Вот такие вот. Вот, кассета, это удобно, что маленькие ячейки, и очень много их помещается. Давайте, вот смотрим. Вот такие вот. Хорошенькие. В зиме они будут готовы. Корневая сводит 0,5. Их пора уже переваливать. Вот такие веселые горшочки у меня есть. Розовые, синенькие, желтенькие. Которые плю я высаживаю в синие. Которые пинг в розовые. Пинг в розовые. И которые белые в желтые. Вот, вот, вот. Такие. О, роялки Бурдхот. У меня их очень мало. Прямо всего здесь два рядочка. Ред Регги рядочек. Так, Революшн Бассе. Жевел Блю. Ну вот они. Хорошенькие. О! О! Все. Они до осени нарастут. Очень такие хорошенькие, симпатичные кустики. Вот укоренение. Накрыты первые дни только пленочкой. Но здесь огромный плюс. Теплица. Здесь не жарко. Это второй этаж гаража. Здесь поликарбонат и полистирол. Такой утеплитель. Что духоты вот этой жары нет. Окно мы вырезали его. Пришло, но заказали. Надо будет поставить. Пока и так хорошо. Все открыто. И еще буду вот здесь заказывать форточки. Тоже пластиковые. Еще что мы придумали. Это теплица. Она зимняя. Здесь инфракрасные обогреватели. Здесь я думаю от дома отопления не будет. Что мы сделаем? Здесь будет своего рода такое хранилище. Я хочу инфракрасный выставить, чтобы обогреватели, чтобы был небольшой плюс. Выключается весь свет. И здесь северная сторона дома за домом на гараже теплится. Так как места совсем мало. Здесь очень-очень удобно. Ну, наверное, только небольшой минус, что досветка летом с утра до 9 вечера по таймеру сама включается и отключается. Ночи уже досветки здесь нет. Но на зиму они здесь будут законсервированы. И будут здесь отдыхать. Так как хранилище у меня маленькое, а гортензии очень много. Не то, что их, например, не берут. Их очень хорошо берут. Я их вот только насобирала заявки. Новые рассадила. Эти места заняла. Снова насобирала заявки. Новые рассадила. Места заняла. А метельчатые выносим после адаптации. Метельчатые выносим. Вот недавно еще маленькие посаженные на улицу. Через недельку примерно выносим на улицу. И еще. Для вас такой небольшой сюрприз. У меня на улице растут двухлетние кусты крупнолистные. Я вам их еще, наверное, не показывала. Сортов много. И скоро я буду отправлять. Скоро выложим. Как только полностью освоить горшок. Есть и в литре, и в двух, и в трех. Я всегда говорю о том, что у меня мало места. И все только в 0,5. Но на лето то, что остается, я переваливаю. Им уже два года третий. Я переваливаю в большой горшок. Остается немного, но есть. И вам уже буду отправлять в двух и в трех литрах. Вот такие и более большие густы. Совсем больше большие. Это Блаумайс. У него лист такой красивый-красивый. Вот они классные. Блаумайс. Скоро буду отправлять вам большие растения. Так, заходите на сайт или наберите в интернете питомник-милый.ру или саженец Людмилы Горбуновой. Я там вам покажусь. Так. Это вот здесь Summer Love. Ну, еще подрастает. Вот здесь все вот эти коллекционные сорта. И вот там. Здесь, скажем так, стандартные. А, вот смотрите, например. Вот Блаумайс, да? И вот Блаумайс. И такие есть, и вот такие есть. Будут. Будут. Так. На сайте карта мамы. У меня новый телефон. И там нет. Сбербанк онлайн. Сложно через пароли. Мне это неудобно. Все. Всем всего хорошего. Мы поехали. Отдыхай.